Смотрю на фото с грошами в вашей школке, сравниваю со своей. Это сеянцы этого года. Я так понял, из них, наверное, пригодных на прививку мало. У меня второй год, надо доращивать тонкие. То есть первый год бывает у вас готовы к прививке. Какой процент примерно? Да, бывают готовы к прививке за один год, это верно. Но не все. Значит, год на год не приходится, иногда приходится... Ну-ка, я фотографию сделаю. О, нет. Нет, нет, нет. Так. А той фотографии, где моя школка? Оно сделано, но ничего не перенес. В общем, отвечаю вот так примерно. Вы пишите, первый год бывает готовы к прививке? Какой процент? У меня бывало половина, четверть. Сажу густо, а они мешают друг другу расти. Ну, места мало. Потом. Зато прививаю на месте. Видите, вот это уже привитые. Вот они, привитые. И эта фотография была по другому поводу. Я просто хочу сказать, что один год какой-то они годятся к прививке. Другой год действительно тоненькие, былинкие. Ну, представим себе, что в этом году второгодичные годятся к прививке. Второй год. А в иные годы, в такую засуху, однолетние бы не годились бы. А бывают плажные года. Но эта фотография еще используют для другого. Ну, то есть, годились. Год-два, как повезет. Тогда получается второй год наращивать, если действительно невозможно привить. Но основное, что я хотел сказать, просто раз уж эту фотографию я использовал, показать, что однолетний я привил, именно однолетний, то вторая причина, почему эта фотография, это как раз для студентов. Это важнейший момент. Это форма листа. Вот. Ребра жесткости. Это наклон листа. Это форма скелета. Так. Вот. Это все направлено на то, чтобы было сухое основание штамма. Удачнейший снимок для будущих студентов, для будущих выпускников, для будущих тех, кто будет знать, что никаких прореживаний, особенно груши и абрикосов, никаких. Что это смертельный прием. Воростойкость падает. Раны сплошные. Потом, ой, грибы напали. Потом это, ну, главное, по нему, по штамбу не должна течь вода. Штамб максимально сухой. И вся, каждая капля отправит туда, где, помните, я вам показывал в прошлый раз, или позапрошлый, вот такой стяжневой корень, вот такой ширины, зато метр длиной. Вот при такой ширине. Вот. Вот это специфика, именно груш, незнакомы, те, кто нас учат, в сравнении. Вот. И откуда взялась бы эти дипломерные специалисты, вот с той самой страшной фотографией, где посоветовали такие ветки отрезать. Просто взять и отрезать. Заодно и 8% крови. Не положено. А у нас с вами положено. Вот. И вот, получается, тысячи, их тысячи публикаций, тысячи эшелок, вот, одно и польза огромная. Но дело в том, что у нас нет просмотра. Мы, мы все дальше, дальше, дальше. И все продолжает убивать, убивать, убивать. Люди про нас не знают. Вот. Вот. Ну, и я сейчас на этом закончу. Наше время истекло. Вот. Я потом покажу уникальные случаи, уже раз, другая тема. Не обязательно только зацикливаться. Так. Вот. Это уникальные вещи. Их надо отдельно рассказывать. На этом мы сегодня закончим. Я прошу прощения у тех, чьи письмо я не успел прокомментировать. Но это не последнее. Я не успел. Еще неделька. Сейчас же спешить-то некуда. Я имею в виду, что сейчас листья сами упадут. Помогать им не надо. Обрезку делать нельзя. Не то, что не надо, нельзя. Траву убирать нельзя. Ну, ну, вот их спрашиваю. Вы понимаете, что я уже в отчаянии полил в часть сада. Разу два-три. Я потом так и не понял разницы. ЦИ, два огромных абрикоса. Наказом 20-25 витра. Этот поливал, а я же еще экспериментатор, и принципиально соседний не поливал. А они одинаковые. А урожаи одинаковые. То поливаю, то не поливаю. Вот. Дикая засуха. Никакой разницы. И упали в один год. То есть в один, чуть ли не в один день плоды. И размер плода одинаковый. Вот. Но у меня не полито. Это конкретный пример. Абрикосы, абрикосы. А вообще 8% абрикосов сада не поливалось. Ничего с ним не случилось. Но, наверное, пропустят урожай. Фактически на грани выживания столько дать плодов не видно. И ждем, не взялся чего. А потом поделимся впечатлениями. Пройдет зима, может быть, 50 градусов. Посмотрим, что останется. В этом водохранилище нет воды. Это значит, тифло в этом году не аккумулируется. То же самое и возле сада Крутовского, возле Красноярска. Так что мы оба будем волноваться. Так. На сегодня эта часть закончена. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok